Привет всем! Меня зовут Яна Роял и если вы смотрите это видео, значит вы находитесь на моем канале. Сегодня я бы хотела снять для вас теговое видео, которое называется «Слишком много информации обо мне». Этот тег давно гуляет на просторах ютуба и все блогеры рано или поздно снимают этот тег и я не исключение. В этом теге 50 вопросов, я постараюсь ответить на них честно и кратко. Ну что, начнем. Первый вопрос. В чем ты сейчас одета? Я сегодня в морской тематике, в морском стиле. Это кофточка из Pull&Bear, а внизу у меня обычные синие джинсы. Ты была влюблена? Конечно, не раз, но сейчас люблю. У тебя был ужасный разрыв отношений? Конечно, у кого не было. Рост? У меня рост 168, как у Мэгган Фокс. Вес? Вес оставлю пока втайне, пока не похудею. Есть татуировки? У меня есть одна татуировка на левой стороне живота внизу, там звездочка, ее я сделала еще в школьное время втайне от родителей. Есть ли пирсинг? Сейчас уже нет, но раньше был пирсинг на языке, но я сняла его еще в 10 или в 11 классе. А также пирсинг в носу, но я также сняла где-то около года назад. И теперь у меня просто здесь дырочка еще осталась, но пирсинг я уже не ношу. Любимая выдуманная пара? Ну, думаю, как и у многих, это Чак и Блэр из сериала «Сплетница Гасси Блау». Какое любимое шоу? Телевизор я не смотрю, в интернете смотрю только фильмы, поэтому шоу никаких не знаю. Любимые музыкальные группы? Думаю, что это Мьюз и One Republic. Чего тебе не хватает? На данный момент кофе. Любимая песня? Сейчас я вам ее включу. Все, кто меня хорошо знает, знают мою любимую песню. Это песня Маши Ри. Она идеальная, космическая. Сколько тебе лет? Мне 22 года. Знак зодиака. Дева. Какие качества ты ищешь, парни? Я уже никаких качеств не ищу. У меня уже все есть. Доброта, честность, верность, чувство юмора, красота, щедрость. Можно перечислять бесконечно. Любимая цитата? Наверное, кто владеет информацией, тот владеет миром. Любимый актер? Без сомнений, Джонни Депп. Любимый цвет? Зеленый. Громкая музыка или легкая? Всегда по настроению. Иногда я еду за рулем и хочется очень громко поставить песню, пронестись на скорости, ехать, обгоняя все машины. А иногда хочется ехать спокойно, на расслабоне, не превышая 60 км в час. И слушать лайтовую лаунж-музыку. Что ты делаешь, когда тебе грустно? Смотрю фильмы. Сколько времени ты принимаешь душ? Обычно 15-20, может быть, 25 минут. Как долго ты собираешься утром? Это зависит от того, придумала ли я с вечера свой наряд на сегодняшний день. Зависит от того, собираюсь ли я краситься или нет. Просто иногда я хожу без косметики, поэтому занимает минут 30-40. А когда я крашусь и собираюсь, то это час, а может быть, чуть больше. Ты участвовала в драке? Конечно, в школьное время несколько раз с девочками. Что тебя привлекает в парнях? Все, что есть в моем парне, меня привлекает в моем только парне. Что тебе не нравится в парнях? Не нравится жадность, не нравится, когда парень не держит слово. К счастью, у моего любимого таких качеств нет. Причина, по которой я начала вести канал на YouTube. Потому что мне нравится делиться своей жизнью с окружающими. Жизнь у меня не скучная и интересная. Мне нравится сидеть, монтировать, в страхе. В последнее время поняла, что я очень боюсь высоты почему-то. Еще я боюсь больших предметов, таких как большие машины, огромные как военные, или самолет. Но он не тот, который на ходу и сейчас летит, а тот, который стоит без действия уже очень-очень много лет. Вот что-то такое. И еще я боюсь воды, потому что в прошлом году я чуть не утонула, но я не умею плавать, поэтому всегда я не любила и боялась воды. Последнее, что тебя заставило плакать? Ну, вчера я плакала от смеха, после смешной истории я не могла никак остановиться, что у меня аж потекли слезы. Когда ты последний раз сказала, что любишь кого-то вчера, своему любимому? Смысл у твоего ника на ютубе. Мой ник на ютубе Яна Роял. Смысла здесь особого нет, потому что этот ник у меня появился не только, когда я создала канал в ютубе, а еще до этого, когда я создавала инстаграм. Яна это мое имя, а Роял красивое слово. И так это все связалось, и уже очень много лет я имею такой ник. Последняя книга, которую ты прочитала. Я до сих пор не могу закончить читать книгу «Поющий в терновнике». Очень интересная книга, но я начинала два или три раза и никак не могла докончить. Поэтому пусть будет она. Книга, которую ты сейчас читаешь. Пусть будет также «Поющий в терновнике», потому что читая я, к сожалению, мало сейчас. Поэтому эта книга лежит так непрочитанная и недочитанная. Какое последнее шоу ты посмотрела? Повторюсь, что я не смотрю шоу и не знаю даже, какие есть. Последний человек, с которым ты говорила. Утром с мамой. В каких отношениях ты находишься с человеком, с которым ты переписывалась в последний раз? Я не помню, с кем я переписывалась в последний раз, но полагаю, что в хороших или в отличных, потому что иначе я бы с человеком не переписывалась. Логично. Любимая еда. Пицца, паста, картошка фри, креветки, пироженки и еще очень-очень много вредной еды. И все, что вредно, то я люблю. Место, которое ты хочешь посетить. Те места, которые я действительно хотела посетить, к счастью, я уже посетила. Но я не прочь побывать там во второй, третий, в сто пятьсотый раз. Это Англия, Италия, Германия. В каком последнем месте ты побывала, если из городов это Тарас? Если из мест в городе, то это Питерея, Мастер Хаус. У тебя есть вторая половинка? Да. Последний раз, когда ты кого-то поцеловала? Сегодня утро, маму. Последний раз, когда тебя обидели или обозвали? Вчера. 42 вопрос. Любимая сладость. Пирожное птичье молоком. И конфеты Ферре Роше, пожалуй. Инструмент, на котором ты играешь. Раньше играла на фортепиано, но сейчас, кажется, играю только на нервах. Любимое украшение. Думаю, вот это украшение, подаренное любимым, это Сваровский. Посмотрите, какой глубокий у него цвет. Каким спортом ты последний раз занималась? Все вы знаете о моем последнем неудачном опыте катания на лошади. Поэтому это конный спорт. Последняя песня, которую ты пела. Вчера по радио услышала и заявла на какое-то время, но уже нет. Это песня группы Серебро «Отпусти меня». Новая песня. Отпусти меня, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, я. Ты прости меня, не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, я. Как-то так. Любимое приветствие. Чао. Ты его когда-то использовала? Конечно. Когда была в Италии, использовала постоянно. На уроках итальянского постоянно. И иногда в жизни использую, конечно. Сорок девятый вопрос. Когда я последний раз с кем-то гуляла? Вчера, позавчера, с любимым. Пятидесятый вопрос. Кто должен следующий ответить на эти вопросы? Ну, ребята, если у вас есть канал на Ютубе, то я прошу вас ответить на все эти вопросы. Я вам передаю эту эстафету, я оставлю все эти пятьдесят вопросов под своим видео. Вы можете отвечать на них и отмечать меня. Я обязательно посмотрю ваши видео. Если вам понравилось это видео, то, пожалуйста, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, а также пишите, задавайте вопросы здесь или на АСКФМ анонимно, какие видео мне еще снять. А также мне бы хотелось снять видео вопрос-ответ, вопрос от вас, ответ от меня. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, и вы не можете задать их лично, то, пожалуйста, пишите их, можно в АСКФМ анонимно. Я их собираю, потому что уже несколько накопилось. И в одном видео обязательно отвечу развернуто на все-все ваши вопросы. Спасибо, что смотрели это видео. До новых встреч. С вами была я, Яна Ройл. Пока-пока!